Привет, друзья! Привет! С вами Лилия Донскова. И была Ацет Михаил. И сегодня девятый день видеомарафона и тема дня. Что меня мотивирует, где я нахожу источники вдохновения и как я, какими инструментами я пользуюсь в самых сложных ситуациях, когда нужно смотивироваться. Да, и сегодня мы решили совместить приятное с полезным, решили снять видео и заодно разобрать ёлку. Праздники закончились и освобождаем территорию. Пространство. Пространство, да. Итак, друзья, поговорим о источниках мотивации. Что же нас мотивирует? В первую очередь наши, наверное, самые близкие мотиваторы, люди, которых... Да, мы сейчас будем говорить о людях. Люди, которые живут практически вокруг нас. Сбоку, справа, слева, наверху. Если бы мы жили не на первом этаже, то ещё и снизу. Это наши соседи. Огромную благодарность выражаю нашим соседям. Тем соседям, которые сверлят перфоратором. Вот, именно сейчас, послушайте. Чихают по ночам. Будь здоров. И, конечно же, именно эти соседи нас мотивируют, придают ещё большую мотивацию, заряд бодрости и стремления к тому, чтобы быстрее построить свой дом, чтобы скорее в него переехать. И, как мы уже озвучивали, Новый год в новом доме. Вторая мотивация, где мы её берём? Это, конечно же, наша работа. То есть, наши люди, с которыми мы работаем, которые приходят в нашу команду, в наш бизнес. Нас мотивируют и вдохновляют результаты наших людей. И когда мы видим, что у них получается, что они становятся буквально за короткое время, за два-три месяца человек просто меняется, раскрывает в себе такой огромный потенциал, это очень здорово мотивирует вот эту благодарность. Когда идёт обратная связь, то есть, мы вложили в человека свой опыт передали, свою энергию, своё время, и обратная связь – это благодарность. Она мотивирует очень сильно. И это происходит каждый день. И даже не деньги, а именно видение того, что человек, благодаря нашей помощи, благодаря нашему проекту, становится счастливее, осуществляет свои мечты. Как мы уже говорили, помогая другим людям стать счастливее, мы сами становимся счастливее. Так и есть. Ещё меня очень сильно вдохновляет, это нужно показывать. Очень сильно вдохновляет. Давай, сейчас покажем. Вот, смотрите. Меня очень сильно вдохновляет моя карта. То есть, это моё рабочее место, где я сижу всё время. И если я понимаю, да, что я там устала немножечко, бывает такое, что руки опускаются, я тоже человек. Я просто поворачиваю свой взгляд на эту карту, я вижу наши мечты, наши путешествия, наши желания, да, там ещё много картинок, ещё есть недоклеенные картинки, да, мы её постоянно пополняем. Меня вот это очень сильно вдохновляет. И я знаю, что, да, вот пройдя по этой карьерной лестнице и проведя по ней свою команду, мы просто будем намного счастливее и успешнее и лучше. И будет интереснее наша жизнь. Вот. А ещё меня очень-очень вдохновляет вот этот человек. И доченька. Моя семья. И когда понимаешь, что... Спасибо большое. Ты меня тоже очень сильно вдохновляешь. Ты лучше всех. У меня аж прям слёзы пробивались. Я просто знаю, что мы вместе можем очень многое. И когда мне бывает немножечко сложно, я знаю, что Миша всегда меня поддержит. Что бы я ни придумала, какая бы у меня не была самая там бешеная фантазия в плане бизнеса или путешествия. Он меня всегда поддерживает. Это так круто вообще. Спасибо большое нашим зрителям, нашим участникам видеомарафона, людям, которые нас оценивают, пишут комментарии, ставят оценки. Большое вам спасибо. Вы нас тоже мотивируете. Мотивируете. Очень сильно, да. Кстати, ваше видео тоже очень сильно нас мотивирует. И учат многому. Спасибо вам всем. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.